Знаете, в чем заключается главное правило? В том, что человек начинает, понимая, думать. Да, я малость завернул в Орион людей из торговых центров. Ну ж невозможно столько платить, да и за что? За счастье детишек наших маленьких? Ну и куда ехать-то понятно. Советская и вокзальная до упора, тут налево и в третий поворот. И вот мы приехали сюда в магазин Орион с одним простым вопросом. Как поработать со своим сыном? Ну, у кого-то может быть и дочка. То есть мы с супругой беседуем об одной теме. То есть он начал уже учиться в гимназии. Ему дают домашние задания и супруга сказала, если ты что-то сделаешь, я тебе дам финансы. А я говорил, и точнее говорю, что вместо того, чтобы что-то ты сделаешь, давай тебе я лучше куплю игрушки. Тут возникает вопрос, по сути событий, конечно, это хорошо, что ваш человек поймет, что такое финансы. Но лучше, когда он поймет об этом чуть-чуть позже. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что не надо ребенка с детства обучать, и чтобы он работал ради финансов. Потому что, возможно, он не будет этим делом заниматься. Возможно, он будет художником, возможно, он будет композитором, возможно, еще что-то. Давайте без этого обойдемся. Но где бы мы хотели купить себе игрушки? В связи с тем, что я прекрасно понимаю, сколько стоят игрушки, и я вам в действительности объясняю, что дешевле, чем магазин «Орион», места-то и нет. Я тоже думаю, что цены здесь дешевые, потому что мы все время сюда заезжаем, выбираем что-то, и все есть, все, что нужно. Самое забавное, что я сюда приезжаю каждый раз, что-то новенькое. Все время новое что-то появляется. Игрушки, допустим, мультик какой-нибудь посмотрели, увидели, у нас ребенок маленький, 4 года ему. Вот мне эту игрушку надо. Сюда приехали и нашли без проблем как-то. И цены приемлемые. И вот смотрите, я не использую светильник, потому что здесь уже хорошо светится. Понятен результат. Сделан ремонт, нормальный ремонт. По сути, никуда ходить не надо. Теперь возникает вопрос. Я, в общем-то, нахожусь в детском помещении, в детском помещении, которое, по сути, ориентировано для девочек. Но, тем не менее, я вам сейчас продемонстрирую, что здесь все как-то так вот сделано так, что и даже здесь вы можете все это делать для мальчиков. Сейчас покажу. То есть, хотелось бы все это дело разобрать, но вы должны понять, это для девочек, да? Это для мальчиков. Механический центр. Все, что нужно, здесь есть. Теперь цена вопроса. Про цену вопроса ничего не будем говорить. Скажем честно, дешевле не найдите, это точно. А вот посередине, как раз и для мальчиков, и для девочек. То есть, если девочка решила сделать барбекю, или мальчик решил устроить барбекю, то, купив вот эту штуку, сделанную, кстати, в Белоруссии, вы делаете все это дело дома. Конечно, это не будет то, что мы бы делали для вас. То есть, здесь не будет шашлыка готового на углях. Но, тем не менее, все, что должно было быть, для вас. И поэтому мы везде и всюду говорим. Здесь нет такого, что подразделение для девочек, подразделение для мальчиков. По сути, и там, и там есть все. И для мальчиков, и для девочек в том числе. В Магнитогорске очень много фирм, которые продают игрушки. Но какие-то там цены своеобразные. Мы всегда сюда заезжаем. А чем здесь вас интересует? Мне нравится здесь, выбор большой. Есть что-то новенькое постоянно, да, Витя? Да, постоянно. Я уже здесь почти два года здесь нахожусь, каждый год делаю материал. И каждый раз вижу что-то новенькое, то, чего я раньше не видел. Примерно так? Да, да, мы тоже постоянно заезжаем сюда. В прошлый раз мне сказали, а я не показал. Электромашинки на электротяге. Честно, честно, мой сын великолепно ездит уже на нормальной машине. Но иногда ему хочется показать, что и он не лакомшит. И в отличие от других, которые себе покупают сверхдорогие машинки, я их не могу себе позволить. Ну, потому что не могу себе позволить. Зато я знаю, где я могу себе позволить эти машинки. По весьма недорогой цене. Я эти машинки позволяю себе в магазине Орион. То есть у него есть и вот такой мотоцикл, и квадроцикл есть, и, естественно, маленький электромобильчик. И до всего этого дела я потрачу не более 15 тысяч рублей. Представляете, да? Скажите, пожалуйста, вы как часто сюда заходите? Ну, как? Ну, раз в месяц заходим. А, так вы тоже постоянные клиенты, так получается? Маленький вопрос возникает у вас. Раз мы постоянные клиенты, я постоянные клиенты, вы постоянные клиенты. Что вас здесь удивляет? В смысле, положительно или отрицательно? Естественно, положительно. Выбор. У меня достаточно устраивает выбор. Я могу прийти и выбрать все, что я хочу своему ребенку. Также в подарок. Племяннику. Я теперь прекрасно понимаю, что у вас ребенок тоже такой же, типа как у меня. У моего, конечно, много, но я думаю, что у вас в том числе. У нас один ребенок. У нас завтра день рождения, поэтому мы пришли выбрать ему подарок. Для чего ваш ребенок создан? Для того, чтобы вовремя научиться ездить на двух колесах. Причем два колеса, когда он может на них пересесть. Я предполагаю, что где-то с пяти лет уже можно человеку объяснять, что нет необходимости сделать опорные двигательные вещи. То есть нет необходимости в опорных колесиках. И уже через 4 месяца, я своему сыну скажу, родной мой, у тебя есть нормальный двухколесный велосипед, который я купил, правда, здесь же, в магазине Орион. Так что езди ты на нем. Езди и чувствуй себя спокойно. По сути, конечно, это было круто. Давайте подождем сюжет номер 11 за 2015 год. Без меня не обойтись, но я ничего рассказывать не буду. Будете говорить вы, уважаемые наши покупатели. И вы будете говорить про магазин Орион, который располагается здесь. Советская и вокзальная до упора, в сторону мизера и третий поворот. Так вот, почему же игрушки? По одной простой причине. Если у вашего ребенка очень много игрушек, и вы реально ему показываете, как с ними играть, то по сути событий 4 года или 6 месяцев. И мой ребенок уже ничего не разбирает. Даже если что-то у него случилось, он приходит и говорит, папа, ну склей. И папа, естественно, это дело клеит. То есть, понять надо результат. Очень много игрушек и все в идеальнейшем состоянии. Вот это, по-моему, самое главное. Когда человек понимает, что такое игрушка и внимательно к этому делу относится. А где эти игрушки берутся? Ну, дешевле варианта, чем магазин Орион, я не найду. И, кстати, как сюда приехать? Ну, вы сами все это дело понимаете. Как сюда доехать? Тот.